У Дальнего Востока большое будущее. Об этом сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что для реализации амбициозных проектах Дальний Восток действительно представляет уникальное сочетание возможностей и конкурентных преимуществ. Это льготные налоговые режимы и комфортные административные процедуры, которые по многим параметрам превосходят или находятся на уровне самых продвинутых территорий развития как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в мире. Мы настроены на углубление инвестиционных, торговых, финансовых связей со всеми партнерами, как с Восточного, так и с Западного берегов Тихого океана. Тем более, что пространство для вложения капиталов на российском Дальнем Востоке действительно безграничное. Чтобы быть конкурентоспособным, привлекательным для инвестиций, намерены постоянно двигаться вперед, анализировать практику стран-лидеров при увеличении капитала, предлагать более выгодные условия. В частности, для крупных проектов, инвестиций в которые превысят 100 миллиардов рублей, будет продлена льгота по налогу на прибыль. С 10 до 19 лет. А для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток 10 и более миллионов долларов, предлагается предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства. В этом году у нас собрались гости. Уважаемые коллеги, мы, по сути, приступаем к новому этапу крупномасштабного комплексного развития Дальнего Востока и всех его территорий. Этот этап связан прежде всего с качественным улучшением условий для жизни и работы дальневосточников, созданием здесь экономической и социальной среды, соответствующей, а по многим параметрам нам бы этого очень хотелось. Мы будем к этому стремиться, превосходящие среднероссийские показатели. При этом мы намерены сосредоточиться на нескольких направлениях. По словам Владимира Путина, первое, что необходимо сделать, это создать комфортные условия для ведения бизнеса не только в торах, но и на всей территории региона. При этом необходимо формировать современную социальную инфраструктуру, чтобы люди видели перспективу. Также нужна эффективная молодежная и демографическая политика. Уважаемые друзья, развитие экономического потенциала Дальнего Востока должно идти одновременно с укреплением его социальной сферы. Чтобы каждый житель региона чувствовал реальные улучшения в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, рост благосостояния своей семьи, родных, близких. Будущее Дальнего Востока зависит прежде всего от людей, которые здесь живут, от тех, кто родился здесь, кто приехал сюда работать, кто хотел бы здесь прочно обосноваться. Предстоит работа на многие-многие годы, но мы верим, что вместе обязательно реализуем все наши планы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова